Друзья, благодарю за то, что вы присутствуете на моем канале, смотрите мои видео. Сегодня я хочу ответить на ваши вопросы, которые вы мне пишете в комментариях под видео, либо задаете в социальных сетях. И сегодня будет интересный вопрос, который задал мне мой подписчик. Он будет касаться поздних переселенцев. В чем суть этого вопроса? Если вам интересно, смотрим это видео. Вы очень часто задаете вопросы, но не всегда бывает время у меня, чтобы отвечать на них. И сейчас, когда эта неделя у меня шпендинг, то есть я работаю 14 часов, у меня есть возможность, вставая рано утром, провожать Глеба в школу и потом уже выделять время для того, чтобы заниматься собой. То есть я хожу в это время на спорт и сейчас решил для себя отвечать как можно быстрее на ваши вопросы. И сегодня вопрос звучит следующим образом. Алексей, подскажите, если я буду основным заявителем при переезде по четвертому параграфу, то по какому параграфу будет моя супруга, если она тоже является немкой? И что ей нужно сделать, чтобы переселение произошло по четвертому параграфу? Ну смотрите, если вы являетесь заявителем и вам присваивают четвертый параграф, то ваша жена, если она с вами проживает в браке более трех лет, она получает седьмой параграф. Если она с вами проживает менее трех лет, то она получает, естественно, восьмой параграф. Если вы хотите, чтобы ваша жена так же, как и вы, получили четвертый параграф, то вам нужно открывать два дела, а точнее писать два антрага заполнять, то есть с вашей стороны, как позднее переселение, и со стороны жены. То есть вы заполняете, жена ваша заполняет, отправляете во Фридланд, и тогда вы, естественно, рассмотрение дел у кого-то идет быстрее, у кого-то медленнее, по-разному переезжаете во Фридланд. Изначально во Фридланд, так как вы знаете, что Фридланд является лагерем для поздних переселенцев и беженцев. И когда это все произойдет, никому неизвестно. То есть это может затянуться на годы, и я вам рекомендую в этом случае лучше поступить следующим образом. То есть вы подаете, либо ваша жена подает заявление, кто-то один из вас является заявителем и переезжает по четвертому параграфу, а ваша супруга, либо вы, как супруг, можете переехать по седьмому параграфу, как я уже сказал, если находитесь в браке более трех лет. Если, конечно, находитесь в браке менее трех лет, то здесь, наверное, все-таки стоит, может быть, подавать два разных заявления. Статистика такова, что сейчас очень долго рассматривают заявление, действительно долго. И есть такие случаи, примеры, как бы у меня лично, когда люди отправляют все документы, отправляют антрак. Допустим, был такой случай, отправили антрак в марте, и им только в августе присвоили номер. То есть сейчас очень долго все это проходит, потому что 2019 год – это год, когда снова возобновился поток поздних переселенцев. Очень большое количество поздних переселенцев. Я был не так давно во Фридланде, и если раньше поздние переселенцы занимали два дома, и то частично, то есть они были неполные, то сейчас, то есть кто был и переезжал, те прекрасно знают, что раньше поздних переселенцев размещали в пятом и в шестом доме. Сейчас это подключили и седьмой дом, и, по-моему, восьмой или девятый какой там по счету. То есть четыре разных дома подключили для того, чтобы заселять поздних переселенцев, потому что действительно поток большой, и не успевают люди, которые работают там, обрабатывать ваши документы, поэтому даже присвоение номера длится в течение полугода, только присвоение номера. Потом будет дальше уже идти разборка вашего дела, вам, может быть, понадобятся какие-то дополнительные документы, какие-то дополнительные переводы. Это тоже все занимает время. Время занимает пересылка, если у вас нет доверенного лица на территории Германии, потому что если у вас есть доверенное лицо на территории Германии, то почта приходит гораздо быстрее. То есть почта по территории Германии идет в течение двух-трех рабочих дней, иногда один рабочий день. То есть могут вам с утра отправить в Фридланде, и уже вечером вы можете получить письмо. Такое тоже возможно. И такие случаи были, когда мы отправляли какие-то письма, и уже на следующий день эти письма были получены. Это не говорится... В общем, о Фридланде. Это говорится о... В общем, о почте Германии. Почта здесь работает очень быстро. Если вы живете где-то в России, то, естественно, до вас почта будет идти, это письмо, три недели, четыре недели, может быть больше. Все зависит от того, как работает почта России на территории России, либо почта другого государства на территории того государства, где вы проживаете. Поэтому, если взять ваш конкретный вопрос, лучше, чтобы был один заявитель, чтобы вы переезжали с семьей. В чем отличие четвертого от седьмого параграфа? Я думаю, что вы знаете. Четвертый параграф ему засчитывает частично. Выслугу лет, которые он отработал на территории той страны, которая в данный момент проживает. Седьмому параграфу этот стаж не засчитывается. По приезду сюда в Германию, как и четвертый, так и седьмой параграф получает немецкий Ausweis. То есть никаких различий нет. Здесь параграфы все стираются, убираются, и больше вы о них никогда не вспомните. Если, конечно же, сами не захотите этого сделать. Потому что, приезжая сюда, вы получаете гражданство немецкое, Ausweis, все, вы являетесь гражданами Германии. Немножко другой случай, это если у вас восьмой параграф, потому что вам нужно будет продлевать через определенное количество времени вид на жительство. И он у вас как бы восьмой превращается в двадцать восьмой параграф, да? Так что смотрите сами, решайте сами, как вам лучше. Если вам очень принципиально и очень важно получить и вам, и вашей супруге четвертый параграф и переехать как заявители, то вам нужно будет написать два заявления, два антрага отправить. И как рассматриваться будут ваши антраги, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Все зависит от работников, которые работают во Фридленде. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если да, то, как всегда, ставим лайки, подписываемся на канал Артамонов Лайф. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. Благодарю за то, что вы смотрите мой канал. Благодарю за то, что вы подписаны на мой канал. Благодарю за то, что вы делитесь моими видео со своими друзьями, знакомыми, коллегами. И вообще теми людьми, с которыми вы общаетесь. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. И без байт. Чус. Субтитры сделал DimaTorzok